Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Рынок посыпался. Давайте сразу перейдем на график. Сработало уведомление на дуджкойне на 10 центов, но основная поддержка у меня стоит на 8. Юнисвап тоже сработало уведомление на 7 долларов 60 и еще поддержка на 6,70. Туда еще не дошли, но 7,60 уже дошли. И это основная поддержка для Юнисвап. Посмотрите, какое падение. И, ребята, к сожалению, я покупал Юнисвап где-то примерно здесь на 9,90. Поэтому нормальная у меня там просадка, к сожалению. На 7,60 уже упал. И дальше, я бы сказал, поддержка находится на... Поставить ордера там можно. Где-то на 6 долларов 20 центов. Но посмотрите, какое все-таки падение сильное. Насколько слабый рынок. Может ли это быть, потому что выходные, день независимости. Юнисвап, смотрите. Три недели назад было 12 долларов. Теперь уже 7,60. А я еще там затарился на 50 тысяч. Не вовремя я зашел. И дуджкойн я тоже покупал. На прошлом падении. По 11-12 центов. Я думал, что это отличная покупка. Лучше было бы все продать в марте. И подождать. Биткоин теперь открываем. Минус 5 процентов. Посмотрите, пробил желтую трендовую линию. Трендовая линия ничего уже не значит, когда биткоин решил падать. Ровно то же самое было на бычьем рынке 21-го года. Все уровни поддержки пробивал биткоин. Вообще об этом не парился. Также на графике мы видим M-паттерн. Также видим завершение пятой волны Эллиота. На самом деле, я-то все идеально предсказал. Единственное, что рано зашел. Биткоин я покупал в районе 60-62. Затем биткоин проходил вверх. Я получал профит. Но не зафиксировал. И теперь биткоин просыпался. Можно было догадаться на самом деле, что будет это падение. Потому что тут коррекция ABC. Да я всегда знал об этом. Мы же считали волны Эллиота. Все сделали идеально. Первый импульс – коррекция. Следующий импульс – коррекция. Следующий импульс был самый большой. Потом была коррекция. И затем финальный импульс. Небольшой уже. И ровно это и произошло, как я и предсказывал. Но затем была коррекция ABC. На 56 тысяч опустился биткоин. Что-то отскока мы не видим. Вместо этого мы видим четкий м-паттерн. И, ребят, если уже на графике есть м-паттерн. Ну, то есть, что я имею в виду? Может быть, на рынке какая-то паника. Может быть, это 4 июля. Но если мы пойдем вниз, это технический анализ. Технический анализ основан на истории и на графике. Но если эта фигура отработает, то тогда мы идем на 41 тысячу. Это будет полная жесть. Я уже зашел в биткоин. Зашел уже. У меня средняя цена получается 60 тысяч. А биточек падает. Да посмотрите-то, покупки у меня гениальные. Я думал, что они реально хорошо отработают. Прям на поддержках беру биткоин. Тут на трендовой взял. Посмотрите. Купил, купил, купил. И отскочил-то биткоин, вверх пошел. И я зарабатывал деньги. А затем, бум, развернулся. Минус 11 тысяч у меня уже. На 3,6 биткоина я зашел. И маржа у меня по этой позиции 30 тысяч долларов. А биточек продолжает падать. Увеличил маржу по этой позиции, чтобы отодвинуть цену ликвидации. Цена ликвидации теперь у меня 51 800. Но если биткоин продолжит падать, моему аккаунту просто пи***а. Начинал я его со 150 тысяч долларов. И разгонял до 920 тысяч. Забрал отсюда 150 тысяч долларов, чтобы инвестировать в другие проекты. То есть, получается, у меня там оставалось примерно 750 тысяч. Это значит, я потерял где-то 200 тысяч долларов. Не зафиксировал. Лучше было бы, конечно, все продать в марте и вообще ничего не делать. 580 тысяч было, потом 600. Где-то что-то зарабатывал по дороге. Но в целом, если посмотреть, то какое падение, особенно за последние дни. За 30 дней, я думаю, сколько? 629 было. Минус 100 тысяч долларов. И до этого еще ушла сотка. Лучше было бы, конечно, все в марте продать и сидеть ровно. Я же предсказал вершину бычьего рынка. Это было где-то вот здесь. Развернулся рынок, и я начал там все продавать. Потом откупил, потом продал выше. И нужно было уже все там закрыть и ни хрена больше не делать. Вот здесь я покупал. Но уж если ты предсказал вершину бычки, то тогда было бы лучше и не покупать уже ничего. Но давайте вернемся к теханализу. Стохастик находится в перепроданности на недельном. Но криптогурубот так и не дает сигнал на продажу. Так и держит на покупку. Может быть, ждет, как закончится неделя. Но пока что сигнала на продажу нет. До сих пор держит сигнал на покупку. Стохастик направлен вниз, в перепроданность. Кстати, значение уже меньше, чем в прошлый раз. Ниже, чем было в августе 23-го. Когда биткоин упал с 32 на 23 тысячи. Значение стохастика сегодня ниже, чем было тогда. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. Как раз перед этим падением, на самом деле. Идеально поймал этот разворот. Но сигнал на покупку пока что не дал. Не очень хорошо, конечно. Нет сигнала на покупку. Если биткоин не удержится на 56 тысяч. А он, наверное, не удержится, потому что на графике M-паттерн. Вот он. Если будет дальше падать биткоин. Что показывает теханализ? Мы берем и меряем этот M-паттерн. По основанию. Я бы сказал, что это будет. Будет это. Но я на самом деле всех предупреждал об этом падении. Просто мне не нужно было рано перезаходить. Короче, вот этот M-паттерн. Если мы его померяем. То увидим, что биткоин может падать еще до отметки 40-41. Годовая поддержка. Это будет, конечно, просто сумасшествие. Я, конечно, не думаю, что биткоин упадет прямо на 40. Но, честно говоря, я не думал, что и такое падение будет, как мы видим сегодня. Что он будет пробивать все эти уровни поддержки. Я думал, что все-таки задержатся на этой желтой трендовой линии. Но на самом деле, если по волнам Эллиота, то все тогда идеально. Потому что там был финальный импульс. И затем была коррекция ABC. Волна A. Затем был отскок к точке B. И затем финальная коррекционная волна к точке C. Тогда с какого хера я не закрылся на точке B. Нужно было закрывать. Вот в марте же я продавал криптуи. Переводил в Tesla деньги. И Tesla растет, а крипторынок падает. Если бы вы покупали Tesla вместе со мной по 141 доллар, то Tesla уже выросла на 75%. Но на самом деле у меня все хорошо. Прямо нормально все у меня с моим аккаунтом. Даже несмотря на такое падение крипторынка. И даже несмотря на то, что у меня позиция по биткоину в минусе на 12 тысяч. И у меня еще стоит заявка на 1 биткоин на 52 тысячи. Цену ликвидации я отодвинул ниже под этот уровень, на 51 800. Но я не ожидал такого резкого падения. А, кстати говоря, хотел вам рассказать, почему все это происходит. Потому что нарратив пошел. А нарратив такой, что немецкое правительство продает биткоины. И, ну короче, они там много биткоинов переводят на биржи. Но они не продают. А, нет, на самом деле продают. Да, уже начали продавать. На 800 миллионов. Короче говоря, немецкое правительство продает биткоины. А также MT GOX. Это биржа, которую взломали там еще давно. 14-13, где-то там. И теперь Mount GOX. Они также начинают распределять биткоины. В общем, такой нарратив. Да и хрен с ним. Всех поздравляю с Днем Независимости. Всем хорошего дня. Хороших выходных. И, возможно, потому что закрыты биткоины ETF. Поэтому нет покупок на рынке. Институционалы не покупают. И кто-то пользуется моментом для того, чтобы атаковать биткоин. Может быть, биткоин упадет еще ниже. Поддержка на 52 тысячи долларов. И на 56 400. Уже близко подошли к 56 400. Но смотрите. Не опускается биткоин на 56 400. Остановился чуть выше. Видите, да? Интересно. В прошлый раз опустился на 56 500. А в этот раз 56 700. Получается, этот минимум выше. Но падение это, может, не закончилось еще. Но если мы посмотрим на часовой таймфрейм. Давайте откроем часовой. Тут похоже на двойное дно. Смотрите. Это, может, еще не закончилось все. Но пока что видно двойное дно. Если остановится тут падение и зайдут объемы, то может быть двойное дно. Но давайте вернемся на дневной. Здесь я вижу большую буквоя Макдональдс. Если этот паттерн отработает, но на 56 поддержка. Но, честно говоря, выглядит она неубедительно. Слабенько выглядит рынок. И смотрите на общую капитализацию. Я ставил уровень поддержки на 2,11 триллиона. Предупреждал об этом, если вы читаете мой твиттер. Говорил, что уровень поддержки на 2,1 триллиона. Это в твиттере у меня было. Могу поискать и показать вам. Но давайте это и сделаем. Это мое вчерашнее видео. Коррекция на битки 23%. Правительство Германии продолжает продавать биткоин. Еще 1300 биткоинов переведены на бирже. За последние 20 минут. Вот где я открывал позицию. Я увидел, что покупают 338 биткоинов в минуту. Можете почитать мой твиттер. Очень интересно. Я тут писал о том, как я покупаю. Кто-то продает биткоины 4 июля. Нехорошо. Где вы думаете дно на биткоине? 400 голосов собрал этот опрос. Сделаю, пожалуй, ретвит. 2400 просмотров. 400 голосов. Со вчерашнего дня. Тоже можете, кстати, проголосовать. Где вы думаете дно на биткоине? 23% говорят, уже дно я покупаю. Но большинство говорят 52. 33%. И я бы, пожалуй, согласился. Потому что если не удержимся на 56, а скорее всего так и будет, то пойдем на 52. И волны эллиота на общей капитализации тоже идеально отработали. И затем коррекция ABC. Идеально, ровно так, как я и предсказывал. Все идеальное предсказал. Единственная проблема в том, что сам себя не послушал. Слишком рано стал покупать. То есть точка A, точка B и затем точка C. Если здесь закончится коррекция, будет точка C. Но опять же, хрен его знает. Остановимся ли на годовой трендовой линии по крипторынку? Это были предыдущие волны эллиота, которые мы ставили еще раньше. Это было еще в 23-м году. Желтое трендовое, конечно, идеальное место для разворота. Но посмотрите, как пробил поддержку на 2,1 триллиона. Там была поддержка. Это общая капитализация рынка. По всему криптовалютному рынку, сколько стоит вся крипта. 2,1 триллиона. Вот почему я особо не напрягаюсь-то на самом деле. Потому что... Я вот вам сейчас объясню. Наши светлые перспективы. Американский фондовый рынок 100 триллионов долларов. Рынок криптовалют 2 триллиона. Это весь криптовалютный рынок 2 триллиона. Понимаете, что я имею в виду? Так что не волнуйтесь. Думайте о перспективах. Опять же, 2 триллиона долларов криптовалютный рынок и 100 триллионов фондовый рынок. И что интересно, то что объемы на крипте, это половина объемов на фондовом рынке. А при этом капитализация 2 триллиона и 100 триллионов. Поймите, ребята, это просто начало новой эры. Начало новых технологий. Нужно правильно все понимать. Ну хорошо, коррекция ABC. И я надеюсь, что мы остановимся на трендовой линии. И если я все рассуждаю правильно, основываясь на техническом анализе, если мы не удержимся на текущем уровне, то тогда идем к желтой трендовой линии. На 1.98 триллиона. Но это уже очень близко. Всего лишь 2,7%. Ребята, все нормально. Но мой торговый баланс на Baybit просел. Даже несмотря на то, что я попродавал в марте, сделочка по биткоину у меня в минусе. Размер этой позиции 200 тысяч долларов. Да, не нужно было покупать. Ну хорошо, давайте еще возьмем биткоина по 52. Я, конечно, и так уже нормально загрузился. На 52 тысячи. Добавлю один биткоин. И отодвину еще цену ликвидации. На споте тоже заявка на 52 тысячи. Посмотрите, как сыпется мой баланс. Потерял за месяц 100 тысяч. Ну и сильно потерял за вчера, конечно. Было 572. Минус 50 тысяч. Там за несколько дней. Я держу биткоин, MCRT. Юнисвап. Юнисвап минус 12%. Ёшкин ты хрен. По Юнисвапу у меня сработали уведомления. Посмотрим. По Юнисвапу и Доджкоин. Они опустились на мои уровни поддержки. Юнисвап. Ордера на покупку по... Где их можно поставить? Уровень поддержки на Юнисвап на 6 долларов 20 центов. Но на самом деле, вот здесь, да. Я бы сказал, что рынок падает. Может быть, опустится сюда. Если вы торговали уже раньше, вы знаете, как сильно может пролиться рынок. Легко может уйти Юнисвап. Та даже, я думаю, на 5.60. Паника, паника. И туда полетели. Но это цены уже, которые были еще до начала бычки. По некоторым альткоинам. На Доджкоине по 8 центов можно брать. Или даже будем рассчитывать прямо на совсем уже паника будет. 0.075. Легко, может быть, на панике опуститься сюда или... Ну нет, наверное, все-таки. Может быть, давайте вверх поднимем обратно. И 0.085. Где-то вот там. Бенби падает. Биткоин. Давайте эфириум посмотрим. Эфириум 3060. Вау. Ребята, я идеально тут предсказал. Смотрите. Хороший сигнал там. Я лучший трейдер. Опустился на 3057 долларов. А цена активации была 3059. Ну а теперь-то, правда, вопрос. Удержится, не удержится эфириум? Будет отскок или не будет? Самый плохой сценарий, который может выйти на эфире, это на недельном. Посмотрим. Где там уровень поддержки? А уровень поддержки... Где-то... Чиджик... Чик... 2150. Но там вроде бы будут запускать эфириум ETF. Уйдет ли эфир на 2000? Ну вряд ли. 2400, я бы сказал. Уровень поддержки. Но может быть и от этого уровня развернется. А может быть и взять эфира? Да, хотя не стоит. Если у вас не активировалась заявка, то, пожалуй, лучше не заходить. Я бы ставил ордера ниже. Если будет такая паника, которая сейчас уже на рынке. Биткоин 57000. Вот что происходит на рынке. Если вы помните, такое было в 2021 году. Если такая паника продолжится, то это просто пи***ц всем. Все будет лететь в бездну. Многие цены уже ниже, чем были на медвежьем рынке. Поэтому будьте осторожны. И что бы я сейчас сделал, и что я делаю, это я остаюсь в... Короче, просил у меня баланс там. 524 тысячи. За последние пару дней потерял 50 тысяч. Но я довольно консервативен сейчас. 40% у меня в USDT. В биткоине 15%. Но это, конечно, была не очень умная идея. Заходить в биткоин на 62 тысячи. Вот и вынесло меня. Юнисвап тоже взял на 50 тысяч. Додж коина набрал. Ворлд коин вообще в заднице. Да и Покет тоже. Ну давайте посмотрим на ворлд коин. Что там происходит? Ничего хорошего там не происходит. Не нужно было мне, сука, покупать. Я же там в марте все продавал. Был даже видос у меня такой. Я все идеально там закрыл. Кто помнит это видео, интересно посмотреть, как это было. Где там? Я сейчас найду это видео. Где-то оно там было. А, вот оно. Я предсказал вершину. Так же, как это было в ноябре 21-го года. Тогда я был единственный человек в мире, который предсказал разворот рынка. А в этот раз я тоже его предсказал. 17-го марта я записывал видео. Продаю биткоин и додж коин. Я вам покажу прям этот момент, где я решил все продать. Вот это видео. Короче говоря, там я все продал. Перевел деньги в Теслу. И вот это была хорошая идея. Но что теперь мы собираемся делать? Это будем оставаться в кэше. И смотреть, где там закончится эта паника. И куда она приведет. Рынок такой, что может вас удивить. Как сильно мы можем опуститься на этой панической распродаже. Всех люблю, обнимаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я думаю, что когда откроются биткоины TF, то... Короче, помните, что истинная цена биткоина это... Спасибо. Спасибо. Спасибо.